Семь утра на Дону Семь утра на Дону Доброе утро всем, дорогие радиослушатели Доброе утро, доброе утро Сегодня пятница, короткий день, друзья Надеюсь, вы помните об этом И какой короткий день, такой снежный Красивый, беленький, как будто бы Новый год уже на носу Да, такое предупреждение нам С вами сегодня два часа Хотела бы сказать целых, но маловато Все-таки два часа Но мы будем возбудить Алишер Хаджаев Оксану Мирошниченко И за режиссерским пультом у нас Иван Сягин Как всегда, бодр и весел Да, сегодня мы делаем программу, как обычно, на троих Да Ну, как по-другому А как по-другому И тема наша сегодня, Оксана Озвучь, пожалуйста А тема у нас такая У нас именинник сегодня Предновогодняя, да, тема, казалось бы Потому что день рождения сегодня У самого Деда Мороза Да 18 ноября Являются официальным, настоящим днем Деда Мороза Дня рождения Вот Многие спросят А почему именно 18 ноября День рождения Деда Мороза? Да Да потому что вы знаете, что у него Он, как раньше говорили, прописан Да А сейчас, говорит, зарегистрирован Зарегистрирован По статистике Именно 18 ноября И вот поэтому решили Пусть день рождения Деда Мороза Будет вот в день Настоящего первого сильного мороза И знаете, как будто И на юге тоже Вот, как подгадали Потому что, повторюсь Посмотрите за окошки Да и вчера тоже Целый день шел снег Это Ну, разве это не Новый год? Это тоже у нас какая-то здесь Есть контора, которая заведует осадками Да, они сказали А что, мы лысые, что ли? Почему великому снегу 18? А мы что? И вчера немножко посыпали Так К радости детей Те уже санки повытаскивали Сейчас уже говорят Все, там Давайте готовиться Скоро будет Главное, чтобы санки Не повытаскивали Из своих машин Автолюбители Чтобы резина у всех была Заменена Потому что сегодня Так прохладненько Да и вчера тоже было Вчера немножечко Даже на дороге таскало Таскало Мы будем надеяться Что все радиослушатели Наши, по крайней мере Все сделали своевременно Мы с тобой Оксана, мы же целую передачу Этому посвящали Да, конечно Умоляли, просили Все сделать Срок и вовремя И не только мы И другие радиослушатели Умоляли, просили Одни других Чтобы сменили резину Вот Ну, надеюсь, вы подготовлены Подготовлены Не только К дню рождения Деда Мороза Но и к зиме Да Итак, день рождения Деда Мороза Звоните нам, пожалуйста И рассказывайте Какой замечательный праздник Нового года Вам запомнился больше всего Если у вас дети Внуки Как вы собираетесь Их поздравлять Как вы готовитесь К Новому году Вот Я тут читаю Что, оказывается К Новому году Надо Начать подготовку Не менее Чем за месяц Ну, вот получается Что Ну, мы практически Вторая половина ноября Надо уже готовиться Потому что Все это не делается Вот так Бегом-бегом Тридцат А, завтра Новый год Давай По магазинам побежали Подарки Что попало Нахватали Ну, я хочу сказать Что Начинаем готовиться Не только Мы Простые Жители Городов И сел К Новому году Но и города Начинают готовиться Уже в Ростове На Дону Обратили, наверное, внимание На Октябрьской площади Устанавливается Новогодняя елка Также В парке Горького Парке Горького Полным ходом Там там самое главное Елка Монтируется В парке Островского Будет 15-метровая Ну, она уже там стоит А в парке Горького Островского, да? Островского сказал, правильно? А в парке Горького 18-метровая Зеленая красавица будет И, кстати, дорогие друзья На новогоднее убранство В этом году Ростов Решил потратить Направить 19,5 миллионов рублей Вот так вот Флажки, растяжки Это считается стромно Или нормально? Я не знаю Вы знаете, я То есть надо всегда сравнить Если в прошлом году было 35 миллионов Значит уже Не-не-не, побольше Побольше Прибавили наоборот Прибавили, да? Прибавили, да В прошлом году Кстати В 2015 году Центр города засиял Уже 1 декабря Но в этом году Мне кажется Будет чуть пораньше Потому что уже готовятся Готовятся, собираются И зима будет ранее И зима будет ранее Все говорят Не только синоптики Но вот старики Старожилы говорят Да, в этом году Мы можем это уже видеть Она будет похолоднее По-длиннее По-настоящей По-настоящей Так что, друзья Мы вспоминаем сегодня Наши детские праздники Которые назывались Ёлка Может быть Кто-то домашние праздники устраивал Звоните нам 200 ровно 2519 Либо пишите в WhatsApp Либо звоните и пишите Номер WhatsApp 8 961 303 41 54 Также можете писать нам В личку Вконтакте Мы называемся Ранняя Пташка Как человек Как друг Добавляйте нас в друзья И по традиции У нас открыто голосование Опрос На страничке Вконтакте Какие у вас воспоминания О детском празднике Ёлка На мой костюм Все заглядывали С такой красоты Ни у кого не было Первый вариант Мама слепила костюм Из того, что было Но мне нравилось Второй вариант Костюм как костюм Ничего особенного О, это страшные воспоминания Но бывает и такое Сейчас вот есть Можно забить в интернете Очень много Смешные или забавные Костюмы детские На Новый год Слушайте, ну там Там можно похохотаться Я каждый год Перед Новым годом Смотрю на обновление Но это нечто То есть До чего родители Не додумываются Ну то, что вот Как у нас на страничке Вконтакте Мальчик в костюме Хот-дога Это еще Просто детский лепет Кошмар Боже мой Вот в старые добрые времена Дед Мороз Изображался Ну во-первых Это был старик обязательно Да, старик В цветной Сине-белой Или красно-белой шубе С длинной белой бородой И посохом в руке Конечно По правую руку От него была Кто? Конечно его внучка Снегурочка Но мало сейчас Кто из детей Знает о том Что в 50-е Тире 80-е годы Это 30 с лишним лет С левой руки От Деда Мороза Стоял ребеночек Маленький Который изображал Нового года Который вот только наступает И у него даже Вот на груди Здесь Как у футболистов Номер Были цифры Нового года Да Который наступает Какая-то почетная должность И вот эта троица Выходила к детям И на утренниках И на праздниках Мало Это была хорошая традиция Что в этой компании Были и лесные звери Не как ты говоришь Там бутерброды Ходят за Дедом Морозом А это была лисичка Это был медвежонок Это были Человеки-пауки Зайчики всякие там Да И вот эта компания Выходила И там дети В детских садах Они визжали от восторга Просто визжали А сейчас выходит Это хот-дог Ну расскажите Дорогие друзья Как празднуют сейчас Вот если у вас есть дети Они наверняка Есть у наших Многих радиослушателей А мы Начинаем наше утро С веселой Задорной песни 7 часов 9 минут На наших будильниках Поехали Вперед О, и стала песню Трудно мне допевать до конца Куда не повернусь я, мама Сцюду его глаза смотрят Куда не повернусь я, мама Сцюду его глаза Стелиться 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 Пойдет дорожка моя Пускай не делится А все не зря Стерпится, слюбится Правду ведь говорят Только вот терпеть придется Милые меня Только вот терпеть придется Милые меня О, и стало сердцу Тесно мне В молодой груди Куда не повернусь я, мама От него не уйти Ну что ж ты Куда не повернусь я, мама От него не уйти Стелиться Стелиться Пойдет дорожка моя Пускай не делится А все не зря Стерпится, слюбится Правду ведь говорят Только вот терпеть придется Милые меня Только вот терпеть придется Милые меня О, и стало сердцу Тесно мне В молодой груди Куда не повернусь я, мама От него не уйти Да что ж ты Куда не повернусь я, мама От него не уйти Стелиться Стелиться Будет дорожка моя Пускай не делится А все не зря Стерпится, слюбится Правду ведь говорят Только вот терпеть придется Милые меня Только вот терпеть придется Милые меня А-а-а-а-а-а-а-а 7 часов 12 минут Дорогие друзья Просыпайтесь Кто-то быстро, кто-то медленно Открывайте глазки Входите в новый день В пятницу Долгожданную пятницу Кстати, сейчас вот вы езжали Пока мы все ехали на работу Хочу сразу предупредить Машин уже гораздо больше То есть не как обычно То есть люди смотрят на дорогу Понимают, что заледенело Не очень комфортно И стараются выезжать заранее Так что, друзья, если есть возможность Постарайтесь сегодня Чуть пораньше выехать И избежать всякие Неприятные истории на дороге Ну а у нас Небольшая пауза И мы снова к вам вернемся Да-да 18 ноября в 14.30 Гостями студии Фомна Дону Станут российская певица Исполнительница русского шансона Любовь Шипилова А я тебя всегда ждала И экс-солист группы Фристайл Сергей Дубровин Знает осень Знает вешняя заря Мне другой такой не встретить никогда Поговорим о жизни, о творчестве и совместной работе Звоните и выигрывайте билеты на концерт По номеру телефона 200 ровно 2519 Автоинформатор Будь в курсе тенденций и новинок Отечественного и зарубежного авторынка Слушай автоновости на радио ФМ на Дону В понедельник, среду и пятницу ФМ на Дону 100 и 7 ФМ в Ростове Выходные Неизведанные маршруты Исторические места И легенды Донского края В программе выходные На радио ФМ на Дону Слушайте программу каждую пятницу Это любовь, какая гололомка Теплого лета, золотая уловка Лето прошло, меня одуматься просит ФМ на Дону Осень, осень, это сны Листопада Нет, не надо Слов не надо ФМ на Дону Я тебя люблю, осень Я осень-осень сильно тебя люблю Тебя люблю ФМ на Дону Эхэм на Дону Спасая осень Ветер гонит ты за мной ФМ на Дону Осень, осень Осень, осень От тебя меня уносит Ранья пташка На Эхэм на Дону Кстати, для сведения В России существует несколько мест обитания Деда Мороза Первая родина Это Архангельск Она появилась еще в конце 80-х годов В 1995 году появляется вторая малая родина Лапландия На берегу Чун озера На Кольском полуострове И, наконец, Великий Устюг Третья резиденция Деда Мороза И если на детских письмах К Деду Морозу не указан конкретный адрес То их непременно доставят в Великий Устюг Письма доходят Проверено Да Друзья, ну а если вы вдруг только что присоединились к нам И думаете, о каких Деда Морозах мы говорим? О наших Сегодня у нашего Дедушки Мороза 18 ноября, день рождения И сегодня мы говорим о таких Таком празднике, как детская елка Вспоминаем всякие курьезные случаи, истории Звоните нам по номеру 200, ровно 2519 Пишите в WhatsApp 8961-303-4154 Ну а у нас сейчас 7 часов 17 минут И ваш любимый Гороскоп Да Итак, Овны Пусть не все ваши идеи хороши Некоторые требуют обдумывания и корректировки А другие вовсе пока нельзя реализовать Главное, не сидите сложа руки Попробуйте новое Действуйте Тельцы Не нужно бояться перемен Сегодня они в большинстве своем будут благоприятными Главное не теряться Действовать быстро Быть готовым к неожиданным для окружающих поступкам Близнеце не все будет даваться легко Напряженная обстановка на работе Заставляет переживать Возникает неуверенность в своих силах и возможностях Но и все это временные пороги У раков дела профессиональные вызывают весьма скромный интерес Впрочем, это не мешает представителям знака успешно справляться с решением текущих проблем А львы, постарайтесь смотреть настолько далеко вперед, насколько это возможно Понадобится предусмотрительность и стратегическое мышление А девам сегодня благоприятный день с точки зрения финансов Возможно значительное увеличение доходов и получение прибыли от какой-то давно заключенной сделки Так что вот так, дорогие знаки зодиаков Продолжение вы услышите чуть-чуть позже А пока мы говорим о таком хорошем празднике, как Новый год Вот Которому надо готовиться заранее Что мы и делаем И менее, чем за месяц, да Друзья, вот у нас есть сообщение в Ватсапе Номер Ватсапа, напоминаю, 8961-303-4154 Каждая елка в детсаду и школе была целым событием Мама каждый раз шила мне костюм Больше всего запомнился костюм шахматной королевы Хорошо помню, как мама до ночи крахмалила юбку и клеила черные квадратики на нее Вот это событие и вот это фантазия у мамы Это фантазия Потом, насколько я помню тоже, да Ведь делали дома все эти костюмы из подручного материала Конечно, сами, да То, что там завалялось в шифанили, краили, вырезали Да, марлечки какие-то меховые, какие-то помпончики А сейчас это интересно, пошли в детский мир, купили готовые Хоть носорога, хоть зайца, хоть волка, хоть лисичку Хоть бутерброд Нет творчества детского, это готовенькое, понимаешь, нет Тут даже не только детское, нет совместного творчества Детского и взрослого Да Ведь помните, как уже вы спать идете, а мама все что-то дошивает Вы переживаете, вдруг мама не успеет И вроде маму жалко, потому что маме спать хочется А с другой стороны, а как же я пойду некрасивая или некрасивая на емку Ты уже засыпаешь, а слышишь, уже веки слепаются А швейная машинка Последние стишки на твоем этом И ничего, кстати, мамы, да, приходили, могут сейчас сказать Вот, раньше там работали, не работали Ничего, мамы приходили с работы, садились за швейной машиной И начинали строчить просто Юбки всякие разные и костюмчики Да ну, вот сейчас скажут, вот Хаджаев опять завел свою пластинку Вот опять этот нафталин стряхивает там Ну извините меня, в детском мире продают костюмы сосиски, хот-дога С этим надо идти на новогодний ход Пирожник еще Ну да, а еще что можно придумать? Ой, да много чего, мне кажется, это же маркетинговый ход Маркетинговый ход А девочки это, играют роль йогуртов Ну да Ну, ребята С другой стороны, не знаю, часто ли такое было у радиослушателей Звоните, рассказывайте, 200 ровно 2519 Когда за костюм брался папа или дедушка Вот это, мне кажется, вот очень напряженный момент до конца Это как в боевике в каком-то Ты сидишь и ждешь, что же будет на выходе-то И очень волнуешься, потому что в этом кошмаре Или наоборот, в чем-то очень-очень великолепном шедевре Вам завтра идти на утренник А вот даже смотри Вот наш сегодняшний именинник Дед Мороз, да? Угу Ведь ему дети, искренне в вере, что письма доходят Писали и писали в Архангельск, я не знаю, в Лапландию Дедушке Морозу, там просили его о чем-то и так далее, и так далее Но сегодняшние Деды Мороз их что делают? Заводят электронные почтовые яйца Ну да ладно Ну, хотя, с другой стороны, современные же И имеют свои блоги, блоги в соцсетях Но вот здесь действительно никуда не попрешь, никуда не денешься Ну да Есть, есть, и пусть пользуются Хорошо, что они вообще есть еще, Деда Мороза Это же здорово Да И самое удивительное, Деда Морозу Все исследователи сходятся в одном Что Деду Морозу, который сегодня именинник, напоминаю Более двух тысяч лет Вот такой И при этом он владеет современными технологиями, как говорится, респект Да Респект Такой современный, такой Дед, да Современный Дед Прогрессивный, идет в ногу со временем Так что, если вдруг захотите написать письмо Она у вас под рукой, мне кажется, бумага Бумаги Сразу садитесь и строчите на своем гаджете Пишите один из трех адресов Но самое главное Россия Великий Устюг, там Архангельц или Лапландия Деду Морозу Дойдет все равно А еще можно написать, написать письмо Написать просто Деду Морозу, положить под елку и ждать Что не делали так в детстве? Ну конечно делали Тоже работает, проверено Ваня делал так, писал письма Деду Морозу? Писал Наш Иван Сягин писал, конечно, письма И я тоже писала И я писала Выводила все там Дедушка Мороз Это было такое сочинение на вольную тему Что я хочу и как я хорошо себя вела И больше всего поражало Ведь ты там писала, какой бы ты хотела подарок получить Конечно И именно этот подарок оказывался в ночь на 31-31 А потому что все верят в Деда Мороза Конечно Именно такой А я и сейчас верю Ой, знаете, у меня была ситуация Ну я написала письмо Все положила под елочку На следующий день Мне очень хотелось Маленького Мягкую игрушку Тигренка Вот Что-то у тебя запрос какие-то мелкие Я хочу, чтобы мне Дед Мороз Каска подарил Сейчас Сейчас я тоже много чего хочу Но тогда Я хотела маленького тигренка Мне Дед Мороз немного перепутал Он мне подарил не тигренка, а маленького ягуара Но очень красиво До сих пор его храню, очень люблю Но как для меня было странно и удивительно Что Дед Мороз вернул письмо Потому что я письмо нашла в фотоальбоме дома У нас были такие обложки И там карманы И я засунула ручонку свою проворну Спустя, я не знаю, года 3-4 И обнаружила это письмо И ничего не стала спрашивать Потому что Дед Мороз просто сразу вернул письмо Чтобы не потеряться Ой, как здорово Да Ой, как приятно это все вспоминать, Оксана Друзья, давайте будем вспоминать с вами вместе Звоните 200 ровно 2519 Или вот берите пример с нашей предыдущей радиослушательницы Которая написала нам в WhatsApp 8961-303-4154 Ну, на крайний случай Можете написать прям в раннюю пташку На странице ВКонтакте Мы тоже здесь Работаем вот прям И там будет голосование Да, открыто голосование Какие воспоминания у вас о детском празднике Ёлка А еще вы можете здесь же на страничке ВКонтакте Посмотреть ссылочку на веб-камеру на нашу Которая работает Мы вам машем ручками Мы тут сидим в цветах ФМ на Дону Вообще Как вежливые люди Вы можете просто поздравить Деда Мороза С днем рождения Да Позвонив опять же на нашу радиостанцию Заболтались 7 часов 25 минут И едем дальше Снова туман Колки-иголки вены Как спицы Самообман Новые люди Новые лица В зарослях сада Кокаин, виски, секс, измена Мама, не надо Мама, не надо Белые пятна Солнечный луч Как на измене На губах мята А внутри лета Самопадомена Сапогом били Душу имели Душу, как суку Мало любили Если мне веришь Протяни руку Водоворот И я не знаю, кто я, откуда Самоотвод В ожидании какого-то чуда Да что была ногью Грышу срывала болью Давила с той любовью Но как это мило И шаг до ножа Утро уже Я не заметила Моя душа На крыше дома На парапете Снова останься Хоть на минуту Хоть на мгновенье Я не стесняюсь Я умираю Я до коленя Я не знаю, кто я Снова туман Колки-иголки Вены, как спицы Самообман Новые люди Новые лица В зарослях сада Кокаин, виски, секс Измена Мама, не надо 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 Редактор субтитров А.Семкин Ранняя пташка на ФМ на Дону. Просыпайтесь вместе с нами. Просыпайтесь, 7 часов 28 минут. Доброе утро, доброе утро всем. А у нас рубрика событий и даты. Так вот, друзья, смотрите, какой интересный факт. 18 ноября 1870 года, это значит 146 лет назад, во Франции появилась первая официальная станция Голубиной почты. Х ты! Представляете? Между городами Тур и Париж стала работать Голубиная станция. Она передавала сообщения, даже личные письма, ну и официальные какие-то приказы и так далее, и так далее. Кстати, в России тоже, тоже в армии были почтовые Голуби. Они как бы стояли на вооружении, как вот сейчас собаки в милиции, там в полиции и так далее, и так далее. Еще древние египтяне и греки заметили, что Голуби летят на большие расстояния и не путают, возвращаются в свою Голубятню. И вот это качество было использовано, в том числе и в вооружении. Если многие думают, что это сказки, видите, вот сейчас Элишер доказал, что это правда. И вот даже такой факт можно вспомнить, Врангель. Тот самый? Тот самый Врангель, который уходил из Крыма, из Севастополя, с остатками белогвардейцев, как тогда называли. Он прихватил с собой вот этих самых почтовых Голубей, которые стояли на вооружении. Тех самых военных? Да, военных Голубей. И вот эти Голуби оказались каким-то образом в Германии. Ничего себе! Там их надоело кормить, их взяли просто и выпустили. И они две с половиной тысячи километров из Германии летели. И прилетели в Севастополь в свою Голубятню. Ничего себе! Вот чудо! Ну да, говорят ученые, что они чувствуют магнитное поле Земли. И вот по этому магнитному полю летят до своей Голубятни. Ну, две с половиной тысячи километров. Ух ты! Вот это сказка! И даже можно не придумать ничего сказочного и мистического. Тут вот такие вот... А вот первая станция была вот во Франции. Голубиная почта, так называемая. Связала два города. Интересно, да? Да. Любовные записки там и так далее, и так далее. Можно было посылать через Голубей. Хотела бы сказать, ну, за Голубей... Ну, нельзя утро еще, рано. Давайте мы немножко прервемся и скоро-скоро вернемся опять снова к вам. Рекламная фирма «Резон» изготовит сувенирную и полиграфическую продукцию для вашего бизнеса. С нами резонно и удобно. Ведение бизнеса, консалтинговые услуги и инвестирование, работа с банками и на биржевых рынках. Все это и многое другое в программе «Личный финансовый консультант». Слушайте на «ФМ на Дону» в понедельник, среду и пятницу. «ФМ на Дону». 100,7 в Ростове. 103,3 в Сальске. 101,7 в Целине. Полезный навык. Брендинг личности от разработки до внедрения. Ваш персональный путь к своей эксклюзивности и аутентичности. Полезный навык программы о том, как разрешить себе быть собой настоящим и зарабатывать любимым делом. Слушайте на «ФМ на Дону» во вторник и четверг. «ФМ на Дону». За четыре моря, за четыре солнца, ты меня умер, вы обещал мне все на свете. Говорил, что я твоя королева звезд, я оказалась просто, ты бросал слова на ветер. «ФМ на Дону». Лови позитива волну. «ФМ на Дону». Здравствуйте, я Раиса Отрадная. Слушайте мои песни на радио «ФМ на Дону». Девчата, будто те терпеливыми. Спешите замуж вы всегда, ведь любовь взяла полюбейшая козла, поэтому спешить нельзя. Ой, девки, бабы каются, на жизнь свою все обижаются. То это им не так, то это им не то, когда ушли и все прошло. Ой, девки, слушаю с ушами, лучше глядите вы глазами. Чтоб жизнь свою прожили вы не зря, не зажалили бы никогда. Ой, девки, бабы каются, на жизнь свою все обижаются. То это им не так, то это им не то, когда ушли и все прошло. Зарплата, что была большая, Стояли б как за каменной стеной. Курорты с ним бы посещали. И жизнь с текла речной волной. Ой, девки, бабы каются, на жизнь свою все обижаются. То это им не так, то это им не то, когда ушли и все прошло. Ой, девки, бабы каются, на жизнь свою все обижаются. То это им не так, то это им не то, когда ушли и все прошло. Ранняя пташка 7 часов 36 минут, дорогие друзья, сегодня мы говорим о таком светлом празднике, как Новый год. Казалось бы, вы можете подумать, что почему так рано заговорили. О самом светлым пятном этого Нового года, конкретным Дедом Морозом, который сегодня именинник, друзья. Да, вот именно поэтому мы и говорим об этом празднике, потому что, в принципе, до Нового года уже-то не так и много осталось. Если к нему относиться серьезно, как положено. К кому Деду Морозу или к празднику? К празднику. И к Деду Морозу. Времени просто в обрез. Да, согласна. Просто в обрез. И берите пример с города, с нашего города. Вот его уже украшают, начинают прям вовсе украшать. Деньги выделили уже, монтируют. Мы вчера проезжали, видели там уже, ну, пока основание, каркас. Но все равно, да, уже начало положено, то есть не в спешке. Лучше, знаете, с этим праздником лучше действительно подрассчитать со временем, чем потом в спешке, втридорого, покупать в последние дни какие-то подарки, которые не всем нужны. У вас вот есть полтора месяца, как раз отличненько. А потом действительно начинается вот эта гонка за день, за два. И лишь бы что-нибудь подарить. Лишь бы, знаешь, так сказать, формально. А вот к Деду Морозу в день его рождения, то есть 18-го, да, вот его великий Устюг, приезжают его коллеги. Коллеги по цеху, как бы сейчас сказали, да? И это кто? Это Санта-Клаус из Финляндии. Это Чесхан, или Дед Мороз по-якутски, из Якутии. Это карельский Пакайне, что в переводе с карельского означает Морозец. И зимний сказочник Миколаш из Чехии. Это коллеги по цеху. Они вот его 18-го числа поздравляют. Ну и, конечно, поздравляют еще и много детворы приезжают. Конечно же, как без этого. А сколько писем по электронке теперь? Вот сегодня в Великом Устюге вот еще чуть-чуть и начнут хороводы водить вокруг именинника. Да, 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 отлично. Кстати, вот что интересно. Вот, Алишера, вы знали, что в Греции и на Кипре Деда Мороза зовут Василий? А? Василиас. У нее жена С должна заканчивать. Айос Василис. Василис. Да, Святой Василий. Святой Василис. А по-нашему Вася. Вася, просто Вася. Дед Мороз Вася, а? Ну это же здорово. Отлично. Друзья, звоните нам по номеру 200 ровно 2519. Пишите нам в WhatsApp 8961-303-4154. Либо пишите в личку личные сообщения нам в ВКонтакте. Ранняя Пташка. Рассказывайте, как празднуете вы свой Новый год. Какие у вас самые яркие впечатления о детском празднике. И вот, что интересно, написал нам ВКонтакте. Как раз человек из Китая, студент Юань Яо. Судя по всему, так как он говорит, пишет по-русски, он, скорее всего, студент. Новый год в Китае, все члены семьи вместе обычно. Накануне Нового года, 30 декабря, по лунному календарю, вместе кушают ужин и смотрят вечеринку по телевизору. Когда скоро в 00 фейерверк начинают смотреть его, а после кушают китайские пельмени. Вот. Мне понравилось, как он написал. Кусают ужин. Кусают ужин. Да, ужин. И китайские пельмени кусают. Это не вкусно. Очень вкусно. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы вам загадываем очень легкую загадку. Пожалуйста, приготовьтесь и запоминайте. Какие месяцы в году имеют 28 дней? Какие месяцы в году имеют 28 дней? Ждем ваших ответов и ваших звонков. И спасибо. Звоните, 200 ровно 2519, вот сейчас немножечко китайского радио было у нас на FM на Дону. Либо пишите ватсап по номеру 8961-303-4154. И какие месяцы в году, да, всего их-то сколько? Да, да, ну сегодня полегче, полегче загадочку, да. Звоните нам, друзья, и также не только отгадывайте загадку, но и еще рассказывайте, как же вы празднуете Новый год. Ну вот не верю, не верю, радиослушатели, что никаких воспоминаний у вас нет о празднике, об этом. Особенно детские воспоминания, они же самые яркие, как в детском саду. Алишер, вы помните Деда Мороза в детском саду? Я помню одно. Всегда говорили у нас в доме, да, и в каждом доме, советском, российском говорили. Как Новый год встретишь, так его и пройдешь. Был такое? Было такое. Кстати, у меня, вы знаете, традиция, все наоборот. То есть, если в кругу друзей, то я буду в разъездах каких-то весь год. Если вот заметила, прям подметила, если наоборот, где-то за пределами дома, города, то обязательно будут домашние такая, все, все как надо. А вот еще какая новогодняя примета. У кого в Новый год будет пусто в карманах, тот весь год проведет в нужде. Вот так. Имею в виду. Хоть рубль или пятачок, сунь куда-нибудь в сумочку, в карман, если они у тебя есть на платье новогоднее, в котором ты будешь. Иначе вот такая примета, не дай бог. Друзья, а чуть позже мы расскажем еще о всяких разных приметах в разных странах. Можете в этом году прям запастись сразу, чтобы наверняка. Особенно все, кто будет отмечать за рубежом, а у нас огромное количество людей выезжает за рубеж в Новый год. Имейте в виду, это вам может пригодиться. В семь часов сорок две минуты, и мы скоро вернемся к вам снова. А вы пока набирайте номер, звоните нам. Вести ровно двадцать девятнадцать. Позвони мне, позвони, позвони мне ради бога. 18 ноября в 14.30 гостями студии Фомна Дону станут российская певица, исполнительница русского шансона Любовь Шипилова. А я тебя всегда ждала. И экс-солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин. Знает осень, знает вешняя заря. Мне другой такой не встретить никогда. Поговорим о жизни, о творчестве и совместной работе. Звоните и выигрывайте билеты на концерт по номеру телефона 200 ровно 2519. Информационные выпуски «ФМ на Дону». Последние десять минут каждого часа. «ФМ на Дону». 100 и 7 «ФМ» в Ростове. Выходные. Неизведанные маршруты, исторические места и легенды Донского края. В программе «Выходные» на радио «ФМ на Дону». Слушайте программу каждую пятницу. Эй, друг, помнишь дом? Там было тепло. Танго и рок-н-ролл Летели в окно. «ФМ на Дону». Время неизбежно, и бороться с ним не нужно. Если есть на свете наша искренняя дружба, Сколько мы с тобой прошли, что еще нас ждет на пути? «ФМ на Дону». Пусть говорят, что дружбы женской не бывает. Пускай болтают, но я-то знаю, Что мы с тобою ни на что не променяем. Сердечной дружбы вам подарена и сын. «ФМ на Дону». Женская дружба не отдыхает. Всякое в этой дружбе бывает. Но если нужно, очень не нужно, Ты будешь рядом, правда, подружка. Друг познается в беде, Рядом с ним и беда не беда. Что б ни случилось вокруг, Только друг не предаст. «ФМ на Дону». Мой друг На повороте дней Вижу я все ясненько Кто настоящий друг? «ФМ на Дону» Доброе утро, доброе утро. Мы продолжаем сегодняшнюю тему. Сегодня день рождения Деда Мороза. 18 ноября. А Алишер загадал на китайский манер загадку. А что, у нас есть звонок? И внимательные слушатели все-таки раскусили его, Что можно отгадывать. Алло, у нас есть звонок. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Александр. Александр, здравствуйте. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы как отмечаете Новый год? Дома, в семье, уезжаете на лыжный курорт? Как правило дома. Как правило дома, да? То есть это у вас же такая традиция, да, семейная? Семейная традиция, да. Семейная традиция. Ну, скажем так, до образования собственной семьи, Ну, где-то по-молодежному собирались так, вне дома. Вот, а когда собственная семья, то как-то это все такое домашнее. Александр, расскажите, а помните свою какую-нибудь детскую елку в садике, может быть, или в школе, какую-нибудь самую яркую? Или, может быть, ваших детей? Даже в детском саде помню. Даже что? А какой костюм у вас был? Зайчик. Всегда? Вот почему-то повально всех мальчишек одевали в зайчиков. А девчонок-снежинок, ну, это же традиция такая. И мальвины у нас были через одну. Или снежинка, или мальвина. Отлично. Александр, так вы хотите сказать, что вы готовы? Я хочу сказать, что в каждом месяце года есть по 28 дней. С ума сойти. Вы откуда? Не дай бог с Целиной. Нет? Нет, из Ростова. Из Ростова? Обычно в Целине там такие догадливые все. Конечно, в каждом месяце есть 28 дней. В каждом из 12. Вы выиграли билет, а куда? В Дом кино. На две персоны. Вот так с вами. Поздравляем вас. Поздравляем вас. Замечательно. Ну, скажите, пожалуйста, с кем пойдете? В Дом кино? С супругой. А вообще бывали в Доме кино? Да. Как вам репертуары? Как вам вообще сам Дом кино? Ну, нравится. Уютное такое заведение и репертуар достаточно такой обширный. Вот. На любой вкус. Там и документальные. Это в Малом зале и в Большом зале просмотры таких фильмов. Полнометражных. Ой, ну я прям понимаю, что Александр, вот вы прям поклонник. Вот вы прям угадали. Мы знаем. Киношник. Хорошие руки пойдут от билетов. Александр, просто наводящий вопрос. Вот вы сразу поняли, что в каждом месте есть 28 дней? Или вот эта уловка поначалу сработала? Хотела сказать. Ну, конечно, февраль. Поначалу сработала. Февраль. Февраль. 28 дней. Да, да, да. Поначалу сработала. А в Трине ничего здесь не то. Стоп. Это не то. Ну, понятно. Отлично. Спасибо. Ну, я думаю, это 29. Ну, да, да. Спасибо. Александр, спасибо большое за звонок. Всего доброго. Хорошего вам дня. А у нас 7 часов 49 минут. И это значит, что нужно готовить свои карандашики, потому что сейчас будет гороскоп. Именно. Итак, весы. Представителям знака, чья работа связана с документами, деньгами и финансовой отчетностью, сегодня нужно быть осторожным. В остальном же профессиональная картина стабильна. Скорпионы, нужно сосредоточиться на текущих делах, потому что ваше несерьезное поверхностное отношение ко многим вопросам может привести к потерям, отстранениям от перспективных проектов, так что будьте внимательны. Стрельцы легко по наитию принимают верные решения даже в сложных ситуациях. Ориентируются лучше, чем те, кто долго обдумает все за и против. Козероги немалую часть этого дня проведите в разговорах, но речь идет не о пустой болтовне, а о конструктивных дискуссиях, обсуждении важных вопросов. И это все будет положительно. Водолей, сегодня вам не трудно манипулировать, поэтому вы можете взять на себя заведомо невыполнимые обязательства соглашаться на неблагоприятные условия сотрудничества. Будьте внимательны и сконцентрированы в этих вопросах. Рыбы одни из тех, которые радуются тем, что не приносят ничего нового в этом дне. Ни волнений, ни тревог, ни забот. Вам гораздо больше нравится сегодня созерцать и размышлять, чем действовать. Это хорошо для сегодняшнего дня, для вас. Едем дальше, дорогие друзья. Мы сегодня обсуждаем Новый год. Неважно, какого вы знака зодиака, но я уверена, что все празднуют этот праздник. Я уверена, что все детки, когда были маленькими, когда мы все были маленькими, ходили на такой праздник, который называется «Елка». И вот вопрос у нас к вам, дорогие радиослушатели. Помните ли вы свои детские эти елки, праздник этот? И в каких вы костюмах были? Нам правда очень интересно. Есть ли разница в поколениях, идет какая-то мода, тенденция. Вот в этом году ходили все лисами, например, а в этом году все были зайцами. Позвоните нам по номеру 200, ровно 2519, либо пишите в WhatsApp'е 8961-303-4154. А мы уходим на песню, и скоро мы к вам снова вернемся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, я Камиль Бекенин. Слушайте мои песни на радио FM на Дону. Город мой, для меня ты как папа, Да ты, собственно, папа и есть. Повезло, так случилось когда-то, Здесь родиться не выпала честь. Я болтался по свету немало, И десятки видал городов. Но если душа уставала, Возвращался в любимый Ростов. А по Дону, Вверх и Вниз корабли Проплывают, исчезая вдали. Корабли плывут, как будто по судьбе. Милый город, я вернулся к тебе. А по Дону, Вверх и Вниз корабли Проплывают, исчезая вдали. Я маршу им, будто в детстве рукой. Здравствуй, город, я вернулся домой. Я маршу им, будто в детстве рукой. Ну, здравствуй, город, я вернулся домой. А в Ростове, поверьте, ребята, Вы найдете и кровь, и уют. С давних пор повелось так когда-то, И про город наш всюду поют. Уезжают друзья за границу, Чтобы там от забот отойти. Чудаки, что ж вам здесь не сидится? Ну, где вы сможете лучше найти? А по Дону, Вверх и Вниз корабли Проплывают, исчезая вдали. Корабли плывут, как будто по судьбе. Милый город, я вернулся к тебе. А по Дону, Вверх и Вниз корабли Проплывают, исчезая вдали. Я маршу им, будто в детстве рукой. Здравствуй, город, я вернулся домой. Я маршу им, будто в детстве рукой. Ну, здравствуй, город, я вернулся домой. Здесь умею друзей своих встретить. Уж поверь так, что только держись. Он один такой, город на свете. Про него петь готов я всю жизнь. А не веришь? Пойди расспроси. Здесь тебе каждый сможет ответить. Что в Ростове на юге Руси Знают, как нужно гостя приветить. А по Дону, Вверх и Вниз корабли Проплывают, исчезая вдали. Корабли плывут, как будто по судьбе. Милый город, я вернулся к тебе. А по Дону, Вверх и Вниз корабли Проплывают, исчезая вдали. Я маршу им, будто в детстве рукой. Здравствуй, город, я вернулся домой. Я маршу им, будто в детстве рукой. Ну, здравствуй, город, я вернулся домой. Все! Ранняя пташка на ФМ на Дону. 7 часов 55 минут. И сегодня мы говорим о таком празднике, как Новый год. А еще точнее, о 18 ноября дне рождения Деда Мороза! Бородатого в Красной Шве Старика этого, да. Дедушки Мороза, да. Ну и в этой связи возникает вопрос, как надо готовиться к Новому году. Вот специалисты подсказывают, что начинать это надо за месяц, за полтора до Нового года. Потому что объем работы большой. Надо подготовить елку, надо купить подарки, надо купить елочные игрушки, надо определиться, где вы собираетесь отмечать Новый год. Дома, в семье, с друзьями, у костра, в лесу, выезжаете, я не знаю, куда-то на лыжный курорт, за рубеж, или у нас, слава Богу, на Кавказе полно всевозможных лыжных трасс. Или вы собираетесь покататься где-то на коньках, слава Богу, и в Ростове есть где-то сделать. И так далее, и так далее. А значит, нужны коньки, лыжи, смазка для лыж. Я не знаю, там... И чтобы это не было какой-то суетой такой, лучше это сделать заранее, не спеша, где-то что-то забронировать, купить заранее подарки. Ну, так будет лучше всем. И главное, дешевле, если делать все заранее. Да, и намного. Ну, а я хочу, Оксана, вернуться к приметам. Посмотрите, какие интересные приметы. На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и напитки. Тогда весь год в семье будет достаток. Дальше, дальше. Одалживать деньги под Новый год нельзя ни при каких обстоятельствах, чтобы весь следующий год не быть в долгах. Хорошая примета. И дальше, перед Новым годом нельзя выносить ссоры из избы, иначе целый год не будет домашнего благополучия. А не прописано в примете, сколько дней нужно не выносить мусор. А то мало ли... Я вспомнил, вот ты же говорила, да, в Италии наоборот все выкидывают. Да, в Италии наоборот традиция. Все старье перед Новым годом. Квартиры освобождают от всякого ненужного хлама или просто от вещей, которые надоели. Главное, выкидывают в окно. Да, это важно, да, это самое важное. 7 часов 58 минут, и мы уходим, но ненадолго, мы скоро вернемся. А вы пока вспоминайте Новый год, и потом звоните нам, 200 ровно, 2519. Я не искала будто минуты, чтобы побыть, как раньше вдвоем. Перебила гору нашей просуды, нас свадьбу дарили ее. На первом свидании говорил о валете, в газели как устроен мою. Сказал, что слов не бросает на ветер, покорил сердце мое. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером один. Едем и молчим, он говорит, доброе утро, а я не слышу путь. Он сжал мне руку сильно, а ты, как губаю, в лучших фильмах. В лучших фильмах. Я вижу твой взгляд, все теплее взгляда, не сжимается сердце мое. И про меня говорил своей маме, я все отдам за нее. Поговорил о застывающем куфе, мол, что он еще не прошел. Его задержали опять на работе, все будет у нас хорошо. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером один. Едем и молчим, он говорит, доброе утро, а я не слышу путь. Он сжал мне руку сильно, а дальше, как бывает, в лучших фильмах. В лучших фильмах. В лучших фильмах. В лучших фильмах. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером один. Едем и молчим, он говорит, доброе утро, а я не слышу путь. Да, он сжал мне руку сильно, а дальше, как бывает, в лучших фильмах. 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 Восемь утра на Дону ФМ на Дону 100,7 в Ростове 103,3 в Сальске 101,7 в Целине ФМ на Дону Ах, это радио волшебное Зовется ФМ на Дону Тебе слова мои советные Ведь я в любви к тебе тону Твои все песни Очень светлые Удачи ФМ на Дону Ранняя пташка на ФМ на Дону А удачи ФМ на Дону пожелала Наталья Колюжная И исполнила этот джингл Восемь часов, две минуты Дорогие друзья И мы продолжаем возбудить Ранняя пташка с вами С вами Алишер Хаджаев И Оксана Мирошниченко А также примкнувший К нам Иван Сягин Да, он самый Машет нам руками А мы машем вам руками Вы можете посмотреть На странице ВКонтакте Ссылочка на нашу веб-камеру Которая у нас постоянно работает Друзья, звоните нам 200 ровно 2519 Наш номер не меняется Также пишите нам в WhatsApp 8061-303-4154 И рассказывайте Как у вас дела Как вы празднуете Празднуете этот день День рождения Деда Мороза Честно говоря, вчерашний морозец Снежок немножечко напугал Наших автолюбителей Да, поэтому автолюбители Выехали сегодня заранее Вот я уже говорила В первом часе Что машина встала Вот на момент 6.25 По привычке мы едем Ну, как бы немного Как всегда А сегодня смотрю Все больше и больше Автомобилистов Почему? Потому что боятся пробки Пробок на дороге Выезжают пораньше Да И вообще, вот пользуясь случаем Вот геободдшники Они всегда предупреждают Друзья, помните Летние манеры вождения автомобиля И зимние манеры вождения автомобиля Принципиально отличаются Это абсолютно разные манеры Да Другое торможение Другая скорость Другое маневрирование И так далее И так далее Пожалуйста, вот эти моменты Учитывайте Иначе Праздник День Жестянчика Будет очень часто Да А этого не хотелось Восточное шоссе По направлению В Ростов Батайчане Едут С пробкой Но все-таки едут Машинки стоят Нам показывает Яндекс Но наши слушатели И сообщения Вот в Ватсапе Присылают Что все-таки Движется Если у вас какое-то Иное мнение На этот счет Позвоните нам Расскажите Какая ситуация Реальна на дорогах 200 ровно 2519 Также стоит у нас Проспект Михаила Нагибина Как всегда По традиции Вот Шибалдаева В отличие от Нагибина Сегодня Ну более или менее По сравнению С обычными днями Вот пятничные Сегодня какой-то Попроще Змеевская балка На сужении Стоит Вот где как раз Тот самый серпантин Также стоит она В одну сторону Только получается На выезд В сторону Нансена Ленина А вот Батайск И Тачанка Пробочка есть Есть? Да я же сказала Восточное шоссе Все-таки движется Но пробка есть Вот никто нам не позвонил Вчера же был срок 17 ноября Был срок Окончания работ Да Расскажите нам Друзья кстати Вот те кто там Проезжает Или стоит Или уже проехал Закончились дорожные работы Или нет А то вот нам Ну не с руки Вот вы прям Вынуждаете нас С Алишером Сесть в автомобиль И поехать Посмотреть Что же все-таки происходит На восточном шоссе На Батайск Есть ремонт дороги Или нет Ну если вам Вам нас все-таки жалко Сделайте Звоните Чтобы мы успокоились Да Малиновского Как всегда стоит Кольцо До Ватара Малиновского Стоит Мост Движется В сторону Западного Из Западного Стоит В общем Если люди хотят Ехать на стройгородок Ну придется Немножко постоять Также с тачки стоят А у нас есть звонок Вот Да неужели же Из Батайска Вот это было бы здорово Алло Доброе утро С тачки Батайска Доброе утро Как вас зовут? Сергей Сергей Здравствуйте Сергей Ну скажите Вы в автомобиле сейчас? Да Я в автомобиле Но дело в том, что вчера я чуть-чуть не успел рассказать Вам уже Ваше время работы Видите как назвать Закончилось Ага Сегодня я там не еду Но вообще Обстановка такая Мост Ту половину Которая Батайска В Ростов Ее сделали Открыто две полосы В Ростов А вот Из Ростова Оставили одну полосу Теперь делают Получается Самую Ага Они перешли на вторую сторону Да И из города Как выезжать Вот эту полосу Сейчас делают Пробочка была Ну буквально Там может быть Минуту-две Максимум Можно было потерять Ага Все-таки вот так А сейчас где вы движетесь, Сергей? А я сейчас по нам наеду У меня тут пока что чисто Пока что чисто Это хорошо Хорошо Сергей, ну скажите Как вы относитесь к тому Что сегодня у Деда Мороза Это день рождения? Знали об этом? От вас услышал Ну и раньше как-то было сказано Но не запомнил это Сергей, скажите, пожалуйста Ваши воспоминания В каком костюме вы обычно Традиционно ходили На свой детский праздник Вообще ходили в детский садик? Или у вас была гувернантка? Детский садик был Ну по-моему То ли зайчик То ли волчонок Вот так даже волчонок Ужас Да, что-то вот Интересно Сергей Волк А костюм Костюм вы купили в детском мире Или мама? Нет Тогда Тогда Детский мир Не так все было Это еще было до 90-х годов Поэтому Таких не было Костюмов Как сейчас Мама делала Мама делала А у вас есть семья? Дети? Да, есть Ну, сын, дочь? Дочка Возраст садика? Школы? Садик Вот только первый класс пошла Садик уже выпустили А вот как вы отнесетесь Если ваша дочка В садике На новогоднем Утреннике Будет в костюме Бутерброда Или хот-дога? Уже не будет Она уже в первый класс пошла А, ну слава богу Пронесла Она льдинкой была Она льдинкой была Какое чудо А скажите, костюм покупали Или делали сами? Мамаша Скорее всего, мама сама делала Потому что у меня жена рукодельница Вот Вот, вот, вот Это правильно Это правильно Это хорошо Здоровья крепко Вашей семье Берегите себя Своих близких И будьте осторожны на дороге Спасибо вам за звоночек Звоните периодически Звоните нам почаще Да, дозванивайтесь Спасибо, Сергей Нам интересно Спасибо, Сергей, большое Вот, возвращаемся К дню рождения Деда Мороза А вы знаете, что Вот именно Официальное имя Деда Мороза Ну вот Так называемое Официальное Появилось Только в 1840 году И имя это придумал Писатель Владимир Радаевский Он издал сборник Сказки Дедушки Ирине И там был один из главных героев Мороз Иванович Который живет в ледяном доме Спит на перине Из пушистого снега Потом Потом уже стали Написали стихотворение о нем И Уже в 1912 году Мария Пожарова Заклинание зимы И там уже стали опять Называть его Дедом Морозом И вот это имя уже тогда С 1912 укоренилось Друзья, мы Немножко А на Украине Николай Мороз Вот А где-то Василий А где-то в Греции Василий Друзья, мы скоро к вам вернемся А вы пока вспоминайте Какие вы еще знаете имена Деда Мороза? И какие у вас были костюмы? Туристы мелкие монеты Бросали в море с кораблей Мальчишка лишь в загороде ты Ловил их где-то на дне И на гранитном парапете Он ждал под вечер весь дрожа Кокетку, милую кокетку Чтоб отдать весь улов и до гроша В сокровище Черного моря Мечтает, мечтает он найти В сокровище Черного моря Чтоб ветреное сердце покорить Любовь ставит крепкие сети Не море увидит он во сне Уйдет до рассвета Любовь как монету Искать в этом городе камней Закатом волны загорались Но он не видел ничего Лишь белозуба улыбалась Она на просьбы его Оставь наивные надежды Зачем твои мне медики В таверне мне большие деньги За любовь предлагают моряки В сокровище Черного моря Мечтает, мечтает он найти В сокровище Черного моря Чтоб ветреное сердце покорить Любовь ставит крепкие сети Не море увидит он во сне Уйдет до рассвета Любовь как монету Искать в этом городе камней Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Сокровище Чёрного моря Чтоб ветреное сердце покорить Любовь ставит крепкие сети Не море увидит он во сне Уйдёт до рассвета Любовь, как монету Искать в этом городе камней Уйдёт до рассвета Любовь, как монету Искать в этом городе камней Уйдёт до рассвета Любовь, как монету Искать в этом городе камней Ранняя пташка На Эфм Кедану 8 часов 13 минут, дорогие друзья Мы снова с вами Ранняя пташка И вот мы смотрим за окно И, к сожалению, снега сегодня нет У нас в Ростове-на-Дону днём Прогнозируют нам Иги с Метео Яндекс В один голос говорят, что будет плюс один А в Целине В нашей любимой Целине Говорят, что будет ноль Но дождь со снегом Вчера там вообще снегопад был Да, вчера был снег И нам прислали фотографии даже Даже фотку прислали Мы так позавидовали Боже мой Сначала мы позавидовали А потом вечером и к нам дошёл всё-таки снег Да так Целый миллиметр выпад Да Но приятно всё равно Белым-белым Смотришь о окошке Оксана, давай нашим слушателям напомним А как вообще Новый год проходит в разных странах мира? Ну, хотя бы в некоторых Давайте только после паузы Конечно, естественно, естественно 18 ноября в 14.30 гостями студии «Фомна Дону» станут российская певица Исполнительница русского шансона Любовь Шипилова А я тебя всегда ждала И экс-солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин Поговорим о жизни, о творчестве и совместной работе Звоните и выигрывайте билеты на концерт по номеру телефона 200 ровно 2519 Автоинформатор Будь в курсе тенденций и новинок отечественного и зарубежного авторынка Слушай автоновости на радио «ФМ на Дону» в понедельник, среду и пятницу «ФМ на Дону» Сто и семь «ФМ» в Ростове Выходные Неизведанные маршруты, исторические места и легенды Донского края В программе «Выходные» на радио «ФМ на Дону» Слушайте программу каждую пятницу Это любовь, какая гололомка Теплого лета, золотая уловка Лето прошло, меня одуматься просит «ФМ на Дону» Осень, это сны, листопада Нет, не надо Слов не надо «ФМ на Дону» Я тебя люблю, осень Я осень-осень сильно тебя люблю Тебя люблю «ФМ на Дону» Словная осень, под югом сентября Я любовь свою порастерян «ФМ на Дону» Осень, осень, в небе ждут корабли Осень мне бы прочь от земли Осень, осень, лес остыл И листья сбросит И лихой ветер гонит ты за мной «ФМ на Дону» Осень, 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 осень От тебя меня уносит Ранняя пташка На «ФМ на Дону» Просыпайтесь вместе с нами Доброе утро, доброе утро Присоединяйтесь и слушайте нас В эфире «Ранняя пташка» И как я обещал Как отмечают Новый год В разных странах мира Хотя бы в некоторых Вот смотрите В Англии о приходе Нового года Возвещает колокол Правда, звонить он начинает Задолго до полуночи Но делает это шепотом Как так шепотом? А вот так Потому что специально укутан В одеяло Колокол в одеяло Можете себе представить? Который мешает ему, естественно Демонстрировать всю свою мощь Но ровно в 12 часов Колокол раздевает И он начинает громогласно Звонить в честь Нового года Это в Англии Французского Деда Мороза Зовут Пер Ноэль Он приходит в новогоднюю ночь И оставляет подарки Знаешь где? В детских башмачках Ух ты! Где-то в носочках Где-то в башмачках Дарят французы друг другу В Новый год Все, что угодно Однако Все-таки придерживаются Некоторых правил Например Вот это очень важно Например Духи Может дарить своей супруге Только муж Такой подарок От другого мужчины Считается Очень Непристойным Вот так То есть можно И попасть в очень неприятную ситуацию По незнанию Если вдруг подарить А кстати именно в Англии Пошла От Англии Пошла традиция Обмениваться Поздравительными открытками Первая новогодняя открытка Была напечатана в Лондоне В 1843 году И вот оттуда Уже стали Мы вот все Сейчас казалось бы Такая Обычная Рядовая процедура Купил открыточку Или сделал сам Подписал А это С 1843 года Представляете Друзья Ну Какого бы Мы не были Знака зодиака Мы всегда Будем Поздравлять друг друга С Новым Годом И конечно же Нашего Деда Мороза Но все-таки Руководство К этому дню Надо послушать Мне кажется Я уже готов записывать Как и многие другие Гороскоп Итак Овны Этот день хорошо подходит Для новых знакомств Формирования союзов И альянсов Начало романтических отношений Пары которые соединяются В этот день Ждет благоприятное Совместное будущее Тельцы В личной жизни Возможны неожиданности Которые сначала Обескуражат всех А потом порадуют Можно дать волю Своим искренним порывам Они оправданы Уместны И будут правильно истолкованы Близнецы Вы не допускаете Сомнений В собственной правоте Поведение же других Кажется вам сотканным Из ошибок И необдуманных поступков Не стоит переносить Проблемы С работы На семью У раков События в личной жизни Вселяют радость И дарят массу Других позитивных эмоций Перемены к лучшему Смогут заметить Даже те Кто давно Записался в ряды Пессимистов Львы Постарайтесь В личной жизни Спокойно отнестись К переменам Но Они будут все равно Приятными А дева Дев сегодня ждет Поведение Которое Считается легкомысленным Выглядит И это может Отталкивать людей Так что Умерьте свой пыл Едем дальше И дальше мы говорим О дне рождения Деда Мороза И о традициях Вот какие еще традиции Алишер вы знаете Мировые Вот я уверена Что они еще какие-то У вас Заготовлены Мы же привыкли Что подарки нам приносит Той Дедушка Мороз Ну да Двухтысячелетний дедушка Тот самый Который сегодня День рождения А вот в Италии В Италии В новогоднюю ночь К детям На волшебной метле Прилетает Добрая фея Бефана Ух ты Не Дед Мороз А именно фея Бефана Открывает двери В каждый дом С помощью золотого ключика Входит в комнаты Где спят дети И кладет подарки В детские чулки Которые дети Специально развесили Еще накануне Вечером Перед тем Как отходить ко сну Представляешь Как продумал Спят А чулки висят И она ключиком Бух-бух Открыла И в эти чулки Ну вот мне кажется Итальянский Дед Мороз Которого зовут Баба Натали Взял и просто Ответственность себя Снял за это За таскание Тяжелых подарочных Мешков На крупкие плечи Феи На крупкие плечи Феи Бефаны Да Вот такую Бабу Натали Кстати А в Эквадоре Для тех Кто хочет Весь год путешествовать Есть традиция Пока часы бьют 12 раз Нужно бегать С чемоданом Или большой сумки Вокруг дома А если вы хотите Также в Эквадоре Сильно разбогатеть В наступающем году Или обрести Большую любовь Нужно Ровно в 12 ночи Пока бьют куранты Надеть нижнее белье Белых Беложелтых оттенков Представляете Вот как это В этот момент Пока все сидят С шампанским Ребята Подождите Главное не запутаться Мне кажется В этот момент А если Нужны деньги Также может быть Красного цвета белье Либо желтого Либо красного Друзья Вы можете Вот заготовить Приметы Всех стран И вот чтобы Наверняка Ровно в 12 Поджигать желание Представляете Кутерьма какая будет Одни будут переодеваться Другие будут Зажигать желание В новогоднюю ночь В Шотландии Открываю черный ход Выпустить Старый год Выпустить Все он ушел А потом открывают Парадную дверь И впускают Новый год Но нам это Не совсем подходит Потому что Не у каждого У нас в домах Есть так называемый Черный вход И парад Можно форточку Открывать Улетай Вот это кстати Хорошая подсказка Надо открыть форточку До свидания Адью Афидорзей А потом открывать Входную Единственную дверь В свою квартиру И впускать Ура Новый год пришел А вот Колумбийский Дед Мороз Которого зовут Папа Паскуали Все в Колумбии Знают Что Никто не может Лучше него Устраивать фейерверки Вот А наш Дед Мороз Как вы думаете Может устраивать фейерверки Ой не знаю Если конечно Он ознакомлен С правилами пожарной безопасности Друзья А если Вот у нас Елочка Стоит Вот как у нас В Ростове На Дону Уже устанавливают елку То во Вьетнаме Признак того Что вот Вот будет Новый год Нужно Подставить В доме Символ года Расцветающий персик Ух ты Да Вот где-то елки А где-то персики А вот даже на Дону Даже на Дону Все-таки Тихий Дон Это степь И нет Нет как говорится Елок В природе Да Это где-нибудь там Вот на Верхнем Дону Там есть и сосны Ну да И казаки Если нет елок Наряжали Знаете что Березу Хорошая идея Березу на Рождество Она же такая С сережками Все равно остается Конечно Красивая Красивая черно-беленькая Друзья У нас есть звонок Алло Доброе утро Доброе утро Как вас зовут Зовут меня Кирилл Доброе утро Алисар Алина Зарович Здравствуйте Это Кирилл Шулепов Ооо Приветствую Приветствую Кирилл Рад тебя слышу Дорогой Поделись Поделись С удовольствием Слушаю вашу программу Тоже еду по Ростову Ага А где ешь Не в пробочке стоишь А так Еду Еду Сегодня ты пропустишь Как это получилось Представьте Вы на какой-то На какие-то там Часы На какой-то миг Можете стать На настоящем волшебником Волшебником Да Действительно Подарить кому-то счастье Вызвать улыбку Это же здорово Это же На самом деле Не так сложно И не так много Для этого нужно И не накладно Самое главное А как приятно Окружающим Конечно А самому как приятно А самому как приятно И дочка Когда у меня спрашивает Она говорит Папа А Деда Мороза есть Я говорю Да Конечно есть Правильно Спасибо Кирилл Вот за тепло За такие добрые слова И о дороге Хорошо сказали правильно И об этом празднике Спасибо вам Всего хорошего Всего доброго Есть Звони нам пожалуйста Кирилл Давай Пока-пока 8 часов 27 минут Мы уйдем на песенку И очень скоро вернемся И будем говорить О таком хорошем празднике Как Дня рождения Деда Мороза И конечно Подготовке к Новому году Если хочешь Вспоминай меня Вспоминай меня Эти звезды я Это небо я Оглянись и вспоминай меня Эти звезды я Это небо я Оглянись и вспоминай меня С рассветом новый Я когда-нибудь Я когда-нибудь тебя прощу И мысли о тебе Я с ветром отпущу А слезы на щитах Станут легкими, как облака Дождя 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 Еще наша Дождя 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 Вспоминай меня Эти звезды я, это небо я Оглянись и вспоминай меня Эти звезды я, это небо я Оглянись и вспоминай меня Эти звезды я, это небо я Эти звезды я, это небо я Оглянись и вспоминай меня Эти звезды я, это небо я Оглянись и вспоминай меня Ранняя пташка на ФМ на Дону Просыпайтесь вместе с нами 8 часов 31 минута в Ростове и в Москве А у микрофона уже Анастасия Челакьян С анонсом новостей, друзья Но прежде чем, Настя, вы начнете Я хотел вас спросить Вы помните какой-нибудь яркий-яркий Новый год? Доброе утро Я помню практически, да не практически Я помню каждый свой Новый год Но один из самых ярких был в детском саду Наверное, как у многих Я играла свою лучшую роль Я была голчонком из простоквашины, который говорил, кто там Ой-ой-ой, какая прелесть И недавно, кстати, на Новый год с друзьями я повторила этот образ специально Подросшего голчонка Он мне очень нравится Мне очень нравятся фотографии с этого утренника Это было прекрасно Костюм, а что за костюм? Мама делала черный, с крылышками С разукрашенной мордочкой С чем только там не было И снегурочка была Вот такой черноволосый, черноглазый Вот очень жаль, что вот эта технология уходит Изготовление костюмов А потому что много в продаже их Если бы не было Да ну, это как-то невкусно Невкусно, согласна Ой, ну что делать, так интересно вас слушать Но анонс, анонс, он же Он же никуда не денется Новости на Дону Новости коротко Виталий Мутко положительно оценил готовность Ростовской области к предстоящему мундиалю Донскую молодежь учат честно оценивать историю Ростов проиграл Рубину со счетом 2-1 Подробнее слушайте в выпуске новостей 8.50 ФМ на Дону Реклама 18 ноября в Доме офицеров для вас выступит экс-солист группы «Фристайл» Сергей Дубрович Ах, какая женщина И шестикратная лауреатка премии «Шансон года» в Кремле Любовь Шипилова А я тебя всегда ждала Справьте по телефону 279-02-72-16+. Телефон рекламной службы «ФМ на Дону» 263-2001 Разговорчики Краткие беседы обо всем самом актуальном в программе «Разговорчики» Слушайте по будням в 16.50 на «ФМ на Дону» «ФМ на Дону» 100,7 в Ростове 103,3 в Сальске 101,7 в Целине «Что пишут» «Что пишут» — это обзор российских и донских печатных изданий Слушайте программу во вторник и четверг на «ФМ на Дону» Наши в эфире Между мной и тобой города и страны Между мной и тобой реки Атхеан Наши в эфире Снимаются сцены для нового фильма Меняется время Куда мы, скажи мне Наши в эфире Да потому, что кто к берегу Дона Однажды причалил Ни за что никогда не отчалит уже от него Наши Наши В эфире Иди, не зная боли Не ведая разлук Иди, не зная боли Тяжких мок Наши в эфире Как тихо в старом Ростове Где сохранился булыжник И продавец керосина Прошел гудит по утра Наши в эфире Наши в эфире Трогать не рекомендуется Ваш приемник настроен На единственно правильную волну Радио ФМ На Дону Поехали Доброе утро Доброе утро Ростовчане Сегодня 18 ноября День рождения Дедушки Мороза Без сомнения Самые любимые праздники россиян Новый год и Рождество И готовиться к этим праздникам Так в старину было принято И сейчас так же Заранее За месяц За полтора Ну Оксана Мы все время говорим Об Италии Об Англии Об иностранщине И так далее Не пора ли нам выяснить Вернуться к нам В одной степени А как вообще отмечается Новый год Здесь на Дону Давайте Я с удовольствием Об этом поговорю Как отмечают казаки конкретно Давайте Итак тема Как отмечают Новый год и Рождество Донские казаки И вот как они его отмечают Как и по всей России Казаки Начиная с середины 19 века Наряжали праздничное дерево Зажиточные казаки Могли позволить себе сосну А бедные Довольствовались Или еловыми веточками Или наряжали другое дерево Я уже говорил Порой это была Береза Береза Да Главным зимним праздником У казаков Был все же не Новый год А Рождество Христово И в канун праздника В доме любого верующего казака В красном углу На чистой скатерти Стояла кутья Каша из зерен пшеницы С изюмом И обязательно Политая медом И есть ее можно было Только после первой звезды На небе В Рождество Во многих станицах На Дону Устраивали Общественные угощения Сначала на крыльцо Станичного правления Выходил атаман Поздравлял собравшихся С праздником А затем приказывал Выставить угощение Ну как правило Это была водка И в то же время После того как Казаки потрапезничали Атаман зорко следил за тем Чтобы никто из казаков Не хватил лишнего Вот так А уже в 1929 году По всей России Попадает под запрет Новогодняя или Рождественская елка Ну елка здесь В понимании праздника Именно Да Это праздник Связанный конечно же С религией Как становится понятно Ну а в 1936 году Очень неожиданно Я бы сказала Даже немножечко судорожно Решают вернуть Этот праздник Вот так экстренно И так быстро Без всяких объяснений Раз и все Ведь в 20 Я тебе сейчас напомню просто Оксана 20-30 годы Вот когда убрали Этот Новогодний праздник Участковым милиционерам Была дана команда Ходить по улицам И на первых этажах Заглядывать в окна А тогда знаешь Такие занавесочки были на окнах И вот заглядывали поверх Занавесочек А там случайно Никто Новый год не справляет Представляешь И за это там Сказать корали Ни у кого там елочка не стоит Да-да И вдруг в 1936 году Бах Можно И люди неожиданно Даже не смогли подготовиться Толком Потому что это все было так экстренно И с тех пор Осталось пару кадров Был елка же Все как положено На государственном уровне И Дед Мороз Вот мы можем наблюдать Вот сейчас Благодаря нашему Информационному пространству Дед Мороз был Немножко такой Комичный Может быть в какой-то степени Даже ужасающий Потому что все это было так На скорую руку сделано Но вот с тех пор Мы снова вернулись К этому празднику И сейчас у нас Участковые Не заглядывают к нам За навесочки Да Если заглядывают То только для того Чтобы поздравить С Новым годом И выпить добрую чарку На счастье Друзья Звоните нам 200 ровно 2519 Какая у вас Самая запоминающаяся елка В садике Или может быть в школе А может быть вы своего ребенка Повели совсем недавно В прошлом году Или в предыдущем На елку И увидели что-то такое Невообразимое Звоните 200 ровно 2519 Пишите нам в ватсапе 8961 303 4154 Нам интересно Ваше мнение Будем слушать Зачитывать И рассуждать А вот нам Ваня Перед эфиром Рассказывал о том Что он даже помнит Как это было И даже сам участвовал В этих новогодних празднествах Но мы об этом расскажем Обязательно Чуть позже Чуть позже 18 ноября В 14.30 Гостями студии Фомна Дону Станут Российская певица Исполнительница Русского шансона Любовь Шипилова А я Тебя всегда ждала И экс-солист Группы Фристайл Сергей Дубровин Знает осень Знает Вершняя заря Мне другой Такой не встретить Никогда Поговорим о жизни Поговорим о жизни О творчестве И совместной работе Звоните и выигрывайте Билеты на концерт По номеру телефона 200 Ровно 25.19 Информационные выпуски ФМ на Дону Последние 10 минут Каждого часа ФМ на Дону 100 и 7 ФМ В Ростове Выходные Неизведанные маршруты Исторические места И легенды Донского края В программе Выходные На радио ФМ на Дону Слушайте программу Каждую пятницу Эй, друг Помнишь дом Там было тепло Танго и рок-н-ролл Летели в окно ФМ на Дону Еще по ночам Не раз и не два Друзья снятся нам Это значит победжевать Время неизбежно И бороться с ним не нужно Если есть на свете Наша искренняя дружба Сколько мы с тобой прошли Что еще нас ждет на пути ФМ на Дону Пусть говорят, что дружбы женской Не бывает Пускай болтают Но я-то знаю Что мы с тобою Ни на что не променяем Сердечной дружбы ФМ на Дону Женская дружба Не отдыхает Всякое в этой дружбе Всякое в этой дружбе бывает Но если нужно Очень не нужно Ты будешь рядом Правда подружка Друг познается в беде Рядом с ним И беда не беда Что б ни случилось вокруг Только друг не предас ФМ на Дону Мой друг На повороте дней Вижу я все ясней Кто настоящий друг ФМ на Дону Ранья пташка Мэйка На Дону Ну а я продолжаю Как нам рассказывал наш Иван Сягин Что в станицах казачьих Они ходили там Он был свидетелем С мешком с зерном И посевали по куриням Так это на самом деле так и было На старый новый год казачата Набрав в мешок пшеницы Ржи или других зерен Бегали по куриням посевать Войдя в дом Они бросали зерна в святой угол Со словами Сею-сею посеваю С Новым Годом поздравляю Ради Боже нам житой пшеницу На всякую долиницу В поле с тогами У нас за кромами Где бык копытом Там пшеница кустом Где бык рогом Там пшеница с тогом Хоть так, хоть не так Дайте в руки пятак Кончается все деньгами Что же вы не А те, к кому они посевать приходили Они спрашивали Чем же вы берете А ребята говорили Чем Бог послал Так скромно Их угощали Пряниками Пирогами Салом Конфетами И даже иногда Деньгами А постепенно эти Четверостишие Пятистишие И прочее Они менялись Дополнялись И вот Я тоже достаточно Помню Вот как и Иван Я помню Как мы ходили И тоже собирали Ох как это было весело И опять же вернемся К этой же теме Ну не так сейчас Как обидно Потеряли Втеряем Вот такую традицию Это очень здоровскую Мне кажется А у нас время Восемь часов сорок пять минут А это значит Гороскоп Да Весы К решению личных проблем Вы отнеситесь Очень серьезно И такой подход Дает отличный результат Скорпионы Ваше стремление Гармонии Напрасно Достичь ее Не удастся Но это не безнадежно День конец Принесет усиление Позитивных тенденций Стрельцы Случайные встречи Заставляют вас Вспомнить О каких-то Давних отношениях При этом Вы пребываете В хорошем Расположении духа И в будущее Смотрите С оптимизмом Козероги В любовных делах Вы легко теряете голову Увлекаетесь Поддаетесь на провокации Впрочем Соболазны этого дня Вполне не видны Так что бояться нечего Водолеи Вы склонны К необдуманным поступкам В личных отношениях И выступаете Инициатором перемен Которых сами Не очень-то хотите Ссоры возможны Но перемирие Не заставит себя ждать Рыбы Близкие люди Вами не очень довольны Претензии свои Они высказывают Не в самой деликатной форме Не обижайтесь Даже из самого Неприятного замечания Можно извлечь Какую-то пользу А я вот думаю Алишер А может быть Именно поэтому Мы теряем традиции Потому что читаем гороскопы Или все-таки Это не имеет значения Да нет Это немножко другая песня Я вот Сейчас вот эти традиции Казачьи Рождественские Новогодние Ну вот С удовольствием Я их повторяю И опять же сравниваю Вот то, о чем мы говорили Несколько программ назад A happy birthday to you И там и так далее Ну да Ну когда казаки это поют Ну это немножечко вообще Странновато Абсолютно Абсолютно Я считаю Дорогие друзья Если вы вдруг В своей семье Утратили Потеряли Ну не принесли Традицию какую-то Придумайте Вот прямо сегодня Не откладывая В долгий ящик Потому что время есть К Новому году И что-нибудь Эдакое Придумайте традицию Будет она у вас Из года в год Передаваться По-моему это здорово Да их традиций полно Да Как у нас есть Одна традиция Определенная Каждый раз В это время Мы что делаем Звучат Донские ребята Наши музыканты Наши Ключевое слово Наши Наши В эфире Здравствуйте Я Игорь Надолинский Слушайте мои песни На радио ФМ на Дону Она была прекрасней Самой жаркой Южной ночи И джентльмены Подали При виде Этих Форм Она была Стройно Нежна А также Всяко прочее Что В заводях Сердец Мужских Рождает Стройно Она На фортепиано Знала Ригодон Абера Пьеса французского Композитора Восемнадцатого века И сам Малевич Вдохновившись Круг С нее писал Но главная Она была Женой Миллионера Который был Весьма Не молод И вообще Устал И только Тот И скрипач В круглых очках Был спокоен К этим чарам Он не играл Так как и всем В маленьком Ночном кафе А то Что скрипка Его Страстью своей Полыхала Злым пожаром В женских сердцах Он и не знал Он ведь Играл себе Для всех Но лишь Себе Шли годы И красотка Наша Также Хорошела И с юной Леди Стала Респектабельной Вдовой Но каждый вечер Опустив Вуаль Она сидела Со столиком В ночном кафе Перед своей мечтой А у нее Ведь было Много Дельных Предложений Отпадких На чужое Но смазливых Прилипал Готовых Дать и счастье Без каких-то Осложнений И даже Вдвое Втрое Увеличить Капитал Но вдруг На что-то Скрипач В круглых очках Наконец ее Увидел И воспылал Страстью Огнем К этой Фее Димных Снов И он Сыграл Только ей Вечный Каприз Итальянца Поганили Ну а потом Был Хэппи Энд Праздновал Овал Любовь Их Неземная Любовь Каприз Каприз Лапа-пам 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 Случилось всё у них, как в общем-то должно случиться Любовь, она, как правило, в дворцах и не живёт Скрипач любил играть для всех, он был свободной птицей А птица хоть и в золотой, но клетке не поёт А птица хоть и в золотой, но клетке не поёт А птица хоть и в золотой, но клетке не поёт Ранняя пташка на ФМ на Дону 8 часов 50 минут в Москве и в Ростове на Дону А у микрофона номер один уже с выпуском новостей Анастасия Челакьян, вам слово, Настя Новости на Дону В этом выпуске, как Виталий Мутко оценил готовность региона к Мундиалю и как донскую молодёжь учат оценивать историю Об этом и другом далее подробно Донской губернатор Василий Голубев подробно проинформировал заместителя председателя правительства России Виталия Мутко О ходе подготовки Ростовской области к чемпионату мира по футболу Василий Голубев сообщил, что все запланированные мероприятия выполняются в установленные сроки Готовность стадиона более 65% Все работы на Ростов-арене идут с опережением графика Выслушав доклад губернатора, Виталий Мутко положительно оценил готовность Ростовской области к предстоящему чемпионату Донскую молодёжь учат честно оценивать историю Донские депутаты организовали дискуссию об исторической памяти поколений Она прошла в рамках 21-х димитриевских образовательных чтений на заседании дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при ЗАГС Собрании области Молодёжь и депутаты пообщались на тему «Историческая память поколений» как основа духовно-нравственного воспитания и развития личности По мнению председателя Комитета по образованию Валентины Мариновой Необходимо учиться на ошибках прошлого и делать правильные выводы из наших исторических достижений Парламентарий считает, что нужно обратить особое внимание на незыблемые исторические ценности Оценивать историю со всеми её плюсами и минусами В рамках мероприятия Валентина Маринова вручила приветственный адрес областного ЗАГС Собрания Организаторам и участникам 21-х димитриевских чтений А также поощрение представителям общественных организаций, занимающихся поисковой работой Ростов проиграл Рубину со счётом 2-1 Речь идёт о молодёжных составах Матч прошёл вчера днём в Казани Инициативу сначала взяли хозяева Было несколько голевых моментов Однако мяч в первом тайме ворота так и не попал Но на 59-й минуте футболист Рубина красивым ударом из-за штрафной открыл счёт Замены игроков Ростова к результату не привели А вот на 77-й минуте с 40 метров Рубин забил второй гол Уже в добавленное время Ростову всё-таки удалось огорчить соперника Точный удар на счету Скопенцева Матч закончился победой хозяев поля 2-1 Напомню, сегодня на стадионе Казань-Арена пройдёт игра между основными составами команд По итогам 13 туров Ростов находится на седьмом месте турнирной таблицы А Рубин на восьмом Это были новости на FM на Дону Телефон редакции 200 ровно 0849 С вами была Анастасия Челакьян И о погоде По информации сервиса Яндекс.Погода В Ростове и Таганроге сегодня днём плюс 1, малооблачно и без осадков В Сальске облачно и 0, в Волгодонске минус 1, без осадков Ранняя пташка на FM на Дону 8 часов 53 минуты, 54 уже вот только что перескочили И мы, к сожалению, заканчиваем эту пятничную программу, такую праздничную, предпраздничную Ну, праздник у Деда Мороза, а у нас выходные, это тоже праздник большой И у нас в ВКонтакте был сегодня опрос Какие у вас воспоминания о детском празднике? Ёлка На мой костюм все заглядывали с такой красоты Ни у кого не было, ответила 38,5% Мама слепила костюм из того, что было, но мне нравилось 23,1% Костюм как костюм, ничего особенного 23,1% О, это страшные воспоминания 15,4% Ну, вот не хочу никого обидеть, но вот те, которые ответили Это страшные воспоминания, наверное, папа принимали в этом участие такое полное Деятельное Вот Так что, все-таки, все-таки люди помнят свои, свои праздники, свои ёлки Ну, конечно, как такое можно забрать? Ключевое слово «свои» И ты знаешь, я бы хотел закончить сегодняшний эфир словами древнегреческого историка Геродота Который считал, что если представить всем народам на свете Выбирать самые лучшие из всех обычаи и традиций То каждый народ, внимательно рассмотрев их, выбрал бы свои собственные Это здорово! Спасибо Геродоту, хочется сказать, как в воду глядел Это действительно ведь правда! Потому что самые приятные, самые важные, дорогие, это наши традиции Вот мы призывали с Элишером вас Если нет у вас традиций, вот придумайте, еще не поздно Время ведь есть полтора месяца до Нового года Не спешите, друзья, делайте все вот продумано, обдумано заранее Ведь у нас еще есть время Готовьтесь все к Новому году, как сам город Ростов-на-Дону А он начинает готовиться, прям уже можете посмотреть по улице Это уже видно Да, это уже видно Невооруженным глазом Спасибо большое, что слушали нас, что были с нами эти два часа Это была радиостанция ФМ-на-Дону, 100,7 И утренняя программа «Ранняя пташка» У микрофона были Алишер Хаджаев и Оксана Мирошниченко А также с нами был Иван Сягин Да, и он еще, он с нами всегда есть наш звук, наше все Друзья, я хочу вам сказать от себя Будьте внимательны на дорогах Потому что, ну, как бы все-таки нам просто необходимо Потому что резину нужно поменять Первые миллиметры снега упали на Донскую землю Все-таки скользковато Не стоит спешить, ну, мы все успеем А если, ну, вот совсем не в Моготу Ну, тогда вы езжайте просто чуть пораньше И не злитесь на тех, кто немножко тормозит, притормаживает холодно Ведь все мерзнут Всем хочется дома отсыпаться А мы такие все поторапливаем друг друга Спасибо вам, друзья, за этот эфир За ваши голоса За ваши уши Хорошей вам пятницы и хороших выходных Я бы сказала, отличных выходных До свидания До свидания За мужчин, за наших, за самых настоящих, любимых и родных За мужчин, за наших, за самых настоящих, любимых и родных За мужчин, за наших, за самых настоящих, любимых и родных За мужчин, за наших, за самых настоящих, любимых и родных За мужчин, за наших, за самых настоящих, любимых и родных За мужчин, за наших, за самых настоящих, любимых и родных За мужчин, за наших, за самых настоящих, любимых и родных За мужчин, за наших, за наших, за самых настоящих, любимых и родных